Здравствуйте, друзья! Меня зовут Алексей Лынов. Я биоархитектор, активно практикующий изобретатель и предприниматель, проектирующий органические биодома и природосообразные экотехнологии. Я этим занимаюсь уже более 18 лет. Я обучался у лучших мастеров мира по биомимикрии, экоинженерии, биоархитектуре, созданию природных фильтров воды, восстановлению деградировавших почв и так далее. Все эти знания я соединил в своих проектах и стал разрабатывать свои самодостаточные бионические дома с экосистемами. И хочу обучить вас своим разработкам. Приглашаю вас на интернациональный биоархитектурный тренинг, где вы научитесь уникальной строительной технологии, аналогов которой нет в России. Так называемый гиперсаман популярен в мире экостроительства за его экономичность и пластичность. Он похож на ручной 3D принтер, только печать осуществляется в руках, которая в радиусе в 10 раз больше, чем обычная головка строительного принтера. К тому же материал, из которого строится гиперсаман, пожароустойчив. Поэтому печи в таком доме могут быть встроены прямо в стены, а воздухоканалы интегрированы между рукавами мешков, из которых осуществляется строительство. Мы сделаем прототип на нашем тренинге. По термодинамическим и структурным свойствам гиперсаман это глинобитный камень, который мы можем лепить как пластилин любой формы, если соблюдать правила строительства и законы сводчатой геометрии. Материал невероятно бюджетный. Состав рукава состоит из 10% цемента, смешанный с грунтом, который можно взять прямо с участка. По сути, остается только стоимость цемента. А если в почвах много глины, для стабилизации и затвердевания смеси используется известь. Стоимость одного метра рукава в 7 раз дешевле, чем кирпич. Если, конечно, для строительства использовать свой грунт с участка. Этот состав подходит для строительства фундамента стен, сводчатых кровель и даже куполов. Я обучался этому методу строительства в Cal-Earth, Калифорнии, у иранского архитектора Надера Каллили. Как раз Надер Каллили и разработал суперсаман. Этот материал отличается тем, что вместо агросетки рукава используется полипропиленовый рукав с колючей проволокой между рядами. Он подходит даже для сейсмических регионов. На сегодняшний день я использовал более 8,5 тысяч погонных метров рукава в моих проектах. Я строил террасы и бордюры, ограждения для грядок, купола и своды, душ-спираль, ванну-ракушку, декоративную спираль-завитушку, печь, подземные и наземные резервуары, множество биотопов и даже изгибистую стену, которая остановила реку во время огромного наводнения. Гиперсаман прекрасно оштукатуривается безо всяких укрепляющих сеток и грунтовочных смесей. Большую часть жизни я прожил за рубежом, а три года назад вернулся в Россию и хочу накопленный багаж знаний отдать своей родине. Мой подход уникален тем, что природосообразные экотехнологии, бионические своды и куполообразные формы создаются по аналогу с природными формами. Они гармонизируют сознание и в разы дешевле и крепче, чем прямолинейные сооружения. Они требуют минимального количества материалов, будучи при этом невероятно долговечными. Они также могут гармонично вписаться в любой ландшафт. Вот перечень практических знаний, которым вы научитесь на нашем семидневном тренинге. И своими руками построите следующие конструкции. Небольшой купол с арочными окнами, сводчатая теплая арка из пиломатериалов, скульптурированная ванна, строительство изгибистых стен, чертеж проекта дома на земле, строительство фундамента, термо- и гидробарьеры, утепление стен, а также вы получите теоретический курс о проектировании, строительстве и дизайна сооружений, построенных из гиперсомана. Традиционное строительство очень дорогостоящее. Помимо оплаты услуг строительной бригады, которая составит примерно 1 миллион рублей за 36 квадратных метров, расходы на строительные материалы тоже будут очень кусачими. Пиломатериалы, утеплитель, кирпич и пеноблоки, фундамент и прочее. И вот уже неприятно щекочет сумма кредита в несколько миллионов рублей, размазанная на годы выплат. Поэтому зачастую семья, мечтающая о своем доме, при подсчете таких трат, скорее предпочтет и дальше томиться в тесной и душной квартире. Чем отважится на столь рисковое дорогостоящее мероприятие, как строительство своего дома на своей земле. Стройматериалы в арочных конструкциях стоят в разы меньше, чем в обычных домах. Поскольку устойчивость конструкции осуществляется за счет геометрических пропорций сводчатых форм, где конструкция за счет собственных сжимающих нагрузок обеспечивает невероятную надежность и крепость. Мой дизайн строительных бионических моделей начинался с дизайна тканевых моделей. Поскольку самый первый мой бизнес парадоксальным образом вырос из маленькой затеи сделать скульптуру мягких обтекаемых форм из латексных спандекс-тканей. А уже через три года эта затея выросла в крупный бизнес по оформлению праздников. Мы украшали помещения и выставочные залы площадью до 10 тысяч квадратных метров. Затем я стал применять способы затвердевания текстиля с помощью гипсоэпоксидного раствора. И лишь на третьем этапе весь этот опыт я реализовал в бионической архитектуре из железобетонных конструкций. Для подробного знакомства с моей академией биоведа предлагаю посмотреть несколько видеороликов на моем сайте, а также прочитать про самоотапливаемые дома и образовательные проекты в разделе «Для России». На сегодняшний день я обучил более 2000 студентов на живых тренингах и онлайн-курсах по строительству автономных биотопов и экологичных домов. Присоединяйтесь к нам и вы, приезжайте к нам на августовский тренинг, чтобы научиться строить бионический экодом своими руками. Мы находимся в городе Сосновый Бор в полутора часах от Санкт-Петербурга. До встречи, друзья! Добро пожаловать! Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok